В эфире программа «Красотка». Во всем важна система, и чтобы новые привычки прочно вошли в нашу жизнь, поможет регулярность. Только так или с помощью тренера по питанию можно изменить себя к лучшему и удержать полученный результат надолго, что мы и добиваемся. И давайте перейдем к нашему следующему вопросу. Какие продукты способствуют жиросжиганию? Есть какие продукты? Сбалансированные продукты. Это все должно быть сбалансировано. Потому что организм, например, пролонгированные углеводы длинного действия, они тоже способствуют жиросжиганию, очищению кишечника, выводят все из нашего кишечника и чистят. Подождите, а как же лимон? Я вот слышала, сколько раз поели плотно, дальше чай с лимоном, и все, жиры разжигаются, и вы стройнеете. Лимон нам тоже способствует жиросжиганию. Согласна, вода с лимоном потрясающе работает, тоже замечательно работает. Вы представляете, вот вам нужно отмыть жирную посуду. Да. Ведь она лимоном хорошо отмывается? Хорошо. Клетчатка хорошо отмывается? Хорошо. Так что клетчатка, все, что зеленого цвета, очень хорошо дренажит. То есть, чтобы снять объемы, иногда мы снимаем отеки. И мы дренажим, мы включаем в рацион дренажные продукты. Зеленые? Все, что зеленого цвета, кроме авокадо. А почему? Потому что дренажный эффект включается, включается мочегонный эффект. От спаржи, сельдерея, огурцы, кабачки и так далее. Понятно. И все-таки давайте еще раз напомним, вот что делать для таких людей, таких как я, которых после 18 тянет к холодильнику. Еще раз скажите, какие продукты, вот вы обозначили, да, это кисломолочный, давайте прям их перечислим. Я их сегодня куплю, и они у меня всегда после 18 в холодильнике. Что же это за продукты? Мы ужинаем белком. Какой белок у нас идет? Говядина или телятина? Нежирные сорта белка. Рыба. Нежирных сортов рыбы. Себас, дорадо, тунец. Нежирные сорта рыбы. Но тут нужно учитывать один момент. Способ приготовления. Правило 3G. Убрать из рациона жирный жареный желток. Мы когда убираем жареное, тогда у нас продукт становится некалорийный, а диетический. И мы тогда с него снижаем вес. А что мы делаем? Мы запекаем, тушим, варим. Запекаем, тушим, варим. Так, это я тоже запомнила. И все-таки, как часто и какие порции вы бы рекомендовали? Вот даже, наверное, порции, мы уже сказали, что правильное питание – это шестиразовое питание. Но какие по объему должны быть порции? Примерно белка 150-200 грамм. Ну, это с ладошек. С ладошек. Да, стейк. Только белка. Плюс овощи. Примерно так же. 200 грамм овощей. Это тоже хорошая тарелка. А если из детства я привыкла заедать хлебом? Вот с хлебом аккуратно. Мы понимаем, что если вечером мы скушали хлеб, то он уйдет в жировую ткань. Хлеб мы лучше с вами переносим в первую половину дня. Это углевод. Он короткий углевод. Мы его можем в первую половину дня перенести. И главное, ведь паника бывает в голове, что как, меня лишили хлеба. Да. Ничего страшного. Хлеб мы просто переносим в первую половину дня и объясняем. Утром получишь хлеб. И знаете, еще бывают такие случаи, когда растянули мы желудок. Вообще это происходит с каждым, особенно после Нового года. Мы растянули желудок и понимаем, что вот эти мелкие порции, нам просто их не хватает. Как сделать так, чтобы перейти на шестиразовое питание, чтобы уменьшить свои порции, и чтобы при этом не ощущать чувство голода, а ощущать чувство сытости. Что сделать? Чем, может быть, запивать водой? Вот совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Мы, я учу, так я говорю, что умеем разъедаться, а теперь мы учимся распиваться. Прекрасно. И мы начинаем распаивать себя, свой организм. Организм сначала сопротивляется, он говорит, хочу есть, а мы его тихонечко отпаиваем водой. И потом он привыкает к питьевому режиму и сам начинает просить воду. Сколько дней для этого нужно? Три-четыре дня. Три-четыре дня? Да, чтобы распиться, три-четыре дня, и эта привычка возникает. И вы знаете, очень хорошо, когда человек распивается, то хорошо сходят отеки. Включается мочегонный эффект, и мы дренажим, хорошо уходят отеки, лицо становится свежим, глаза блестящие. А все-таки за сколько до сна нельзя пить воду и в каком объеме? Вот совершенно верный вопрос, потому что, чтобы мы с вами чувствовали себя комфортно, мы снижаем вес ночью, когда мы спим, и сон должен быть качественный и глубокий. И если мы вечером выпиваем воду, то сон получается неглубокий. 80% воды мы выпиваем до 16 часов. Тогда мы днем выпиваем свою порцию и оставляем 20% воды вечером. Прекрасно. Давайте еще один вопрос относительно воды и пойдем дальше. По поводу как раз-таки того, когда ее пить. Перед едой вы рекомендуете или после? Вы знаете, есть разные теории. Честно в жизни. Я, например, хожу в ресторан, заказываю бутылку воды и вместе с едой пью воду. Спокойно, можно вместе с едой. Да, пью воду. Это очень хорошо. Ну а все-таки, да, есть ли какие-то рекомендации по питанию каждый день? Какие продукты вы считаете, что нужно включить в ежедневный рацион питания человека? Я услышала белки, но давайте конкретизируем, что это может быть. Помимо белка, помимо овощей может быть еще какой-то один важный продукт. Один важный продукт, сейчас раскрою секрет, один важный продукт, который вас снимает с хлебобулочных изделий, и вам целый день не хочется кушать, и вы спокойно себя держите целый день. Можете даже пропустить обед, можете пропустить даже какие-то перекусы. Есть такой продукт. Есть такой продукт, который вас удержит целый день в стабильном, спокойном состоянии. И вечером, когда вы приходите домой, вы не кидаетесь на холодильник и не едите все, что там плохо прибито. Вы спокойно, вы спокойно, без остервенения садитесь за стол и спокойно кушаете свою порцию. Вам рассказать какой-то продукт? Конечно, я только этого и жду, да. Который вас снимает с хлебобулочных изделий, и вы в магазине проходите мимо прилавка. Не томите, пожалуйста, Елена, я прошу вас, нетерпения. Это очень элементарный продукт. Это пролонгированный углевод длинного действия. Не вся, конечно, овсянка нам подходит. А лучше биосорта овсянки или безглютеновая овсянка. Я вот свою, конечно, овсянку привожу из Германии. Овсянка. И тут вспоминается овсянка, сэр. Спасибо вам большое. Вы знаете, в Лондоне очень сложно найти овсянку, когда ее... Там нет овсянки, там американские завтраки. Ну, понятно. Спасибо вам большое за такую рекомендацию. Давайте перейдем к конкретным примерам. Например, девушка хочет сбросить вес на 20 килограммов. Какой рацион питания вы бы порекомендовали для нее? Что это за продукты и как часто она должна кушать? Шестеразовое питание. То есть здесь тоже нет никаких исключений? Шесть раз. Шестераз, чтобы завести метаболизм. Не нужно ускорить обменные процессы. Убрать продукты, от которых мы набираем вес. Сладкое, конфеты, печенье. Ну, и вот все, что мы, конечно, любим. И заменяем это на фрукты и ягоды. Это хорошо. Да, мы меняем. И мозг наш говорит, да-да, у меня есть сладкое яблоко или клубника, малина, голубика. Но все-таки порой просто продуктов нам недостаточно. И зачастую мы должны черпать дополнительные витамины, микроэлементы из, может быть, каких-то биологически активных добавок. Что бы вы рекомендовали? Совершенно верно. У меня очень часто приходят и говорят, что я хочу торт или жирное что-то съесть. Тогда они сдают анализы и смотрят, что витамина группы D недостаточно. Или человека тянет на хлебобулочные изделия и объем еды в очень большом количестве идет. Потому что организм добывает из еды витамин группы B. Тогда объемы порции увеличиваются. Просто нужно посмотреть, какое количество витаминов в вашем организме, витамины группы B. И компенсировать витаминами. Ну, а что бы вы конкретно порекомендовали? Да, если мы говорим про микроэлементы, какие-то активные добавки, минералы. Что бы, какую добавку вы бы выделили из того спектра, который сейчас просто невероятно огромен, для рациона питания ежедневного? Ну, это, конечно, королева всех добавок. Омега-3 жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. Они нам и лифтингуют кожу, и улучшают кровообращение, снимают воспалительные процессы суставов. Слушайте, ну, большой спектр разнообразия. Но действительно, это наши помощники еще и, наверное, в борьбе с лишними килограммами. Конечно. Ну, во-первых, лишние килограммы чаще всего мы наедаем от нервного стресса. Омега-3 жирные кислоты помогают стабилизировать нервную систему. Еще и нервную систему, да. И нервную систему. И улучшают питание головного мозга. Мы более эмоционально спокойны, стабильны. Кровообращение головного мозга улучшено. И мы контролируем ситуацию лучше. Хорошо. И все-таки вот такой вопрос. Омега-3, жирные кислоты. А из каких продуктов мы можем взять для себя этот полезный элемент? И достаточно ли его будет в том продукте, который вы порекомендуете? Сколько килограммов его нужно съесть в день, чтобы почувствовать себя лучше? Ну, конечно, мы можем поддерживать и продуктами питания. Но когда мы снижаем вес, я лучше рекомендую добавлять омега-3, жирные кислоты, конечно, в таблетках. Рыба, наша рыба, морепродукты, там содержится омега-3, жирные кислоты. Это да, это действительно так. Зачастую, конечно, мы сами не знаем, что это за рыба, где она плавала и какая она по качеству. Поэтому, наверное, самым идеальным вариантом это использовать, подключить к рациону питания еще и вот такую биологическую активную добавку, как омега-3. Ну что ж, я вас благодарю. Сегодня очень много секретов вы нам раскрыли. Очень много вопросов мы разобрали. Спасибо вам большое. Очень вдохновенно я провела с вами наше время. Благодарю вас. Ну а наша программа не подходит к концу. Я благодарю нашу гостю, диетолога, тренера по питанию Елену Астахову. А через несколько минут мы продолжим программу. Не переключайтесь.